Всем привет! Итак, в этом видео я хочу вам рассказать и показать свой скутер, который называется Matavell Krogan RS. Это 50-кубовый скутер, которым я владею уже, скажем так, давненько. Это я его купил. Сейчас скажу, чтобы не соврать, в августе 2013 года. То есть вот как он выглядит. Давайте я его сейчас вытащу немножко отсюда, чтобы было его лучше видно. Ну и дальше покажу и расскажу о нем более подробно. Так, а так, откуда у нас солнце? Давайте вот сюда его поставим. Так, я надеюсь, вам хорошо его видно. Давайте я обойдусь сейчас со всех сторон, покажу. Кстати, у этого скутера есть вот такая диодная подсветка. Ну, это как? Чтобы днем не включать основной свет, достаточно вот этой вот беды. То есть делают этот мотоцикл, как хотел сказать, мотоцикл, делают его в Венгрии. Фирма Матавелл, как вы видите. Так, что у него есть? У него есть дисковые тормоза спереди и сзади. Коробка, естественно, автомат. На нем все стоит родное, вплоть до глушака. Хотя глушак уже, в принципе, не мешало бы заменить. То есть тюнинговых обвесов здесь вообще никаких нет. Ну, естественно, этот был куплен мной. Также был установлен отдельно на этот мопед. Так, сюда, в принципе, я складу свой шлемак. Как раз он сюда помещается, потому что мой шлемак, он немножко большой вот для этого отдела. Поэтому он сюда не вмещается. Ну, давайте я покажу, что здесь есть. Так, открываем. Здесь у меня, конечно, бардак. Я недавно менял аккумулятор. Коробки тут, старый аккумулятор. Ну, в принципе, такой вместительный бардачок. Можно ложить всякое нужное барахло. Здесь у меня хранятся перчатки. Это летние, это, в принципе, рабочие такие, непромокаемые. Это когда дождик идет, я их одеваю. В принципе, нормально. Так, что у него еще есть? У него есть охлаждение, у него жидкостного типа. Так, ну, в принципе, давайте посмотрим, что у него тут из себя представляет. Приборная панель. Приборная панель вот такая. Спидометр у нас аналоговый. Не-не-не, это вру не спидометр. Показывает обороты аналогово. И сам спидометр, естественно, цифровой. На данный момент у меня в нем нет масла. То есть надо будет купить новое масло, залить. Иначе будет амба. И бензин тоже почти на грани. Расход этого девайса, скажем так, я заправляюсь стабильно каждые 100 километров. То есть вот 100 километров я на нем спокойно отъезжаю и заправляюсь. Больше не рискую. Ну, вот, в принципе, на 100 километров бака где-то хватает. Ну, и небольшой резервик. Ну, уже сейчас загорелась лампочка. Потому что я недавно ездил на ТО. И мне там заново все отрегулировали. Соответственно, что-то мне показалось, что теперь расход немножко больше. Так, давайте заведем его. Заводится он с полоборота. С аккумулятора можно также с кикстартера. У меня аккумулятор, помню, позапрошлым году сдох. Так я весь следующий, весь прошлый год исключительно с кикстартера заводил его. И вот, совсем недавно купил новый аккумулятор. Кстати, этот девайс я сейчас продаю на eBay. Поэтому, ребята, если кто-то из Берлина есть и есть желание посмотреть девайс, приезжайте и смотрите, когда захотите. Дело в том, что я заказал себе сейчас новый мотоцикл Honda CVR 650, который должен прийти ко мне буквально, скажем так, в начале мая. Сейчас, правда, из-за этого коронакризиса, не знаю, может быть, задержится немножко. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что я весной начал делать активно права на категорию А. И получилось так, что я теорию сдал, все зашибись. И уже у меня, как бы, все уже хотел кататься, и бац, вот все, закрыли с этими, блядь, из-за этого сраного коронавируса. Поэтому мне, даже если сейчас не придет новый мотоцикл, я все равно на нем ездить не смогу. Только ходить вокруг него и облизываться. Ну, придется. Так что пока я вот на этом девайсе катаюсь. Давайте я проедусь на нем и посмотрим, как он в деле. В принципе, этот девайс очень классный, он очень быстрый. Потому что, ааа, забыл сказать самое основное от девайса, это то, что он двухтактный. То есть, таких сейчас уже не делают. Это модель 2011 года, да. Это как раз, по-моему, последний год, когда они выпускали двухтактные двигатели. После они уже четырехтактные. То есть, сейчас в Германии, по крайней мере, на законодательном уровне, двухтактные уже нельзя производить. Поэтому хер вы сейчас найдете двухтактный новый, так скажем. Да, то есть, за счет того, что он двухтактный, его, в принципе, легко ремонтировать. То есть, легко обслуживать относительно четырехтактного. В принципе, да. И он, естественно, немножечко будет помощнее. Вот, если бы заменить в нем глушак, потому что на нем еще стоит родной глушак, а он, я бы сказал, уже немножко подзабитый, покупать новый лень, потому что я его продаю, я проще скажу следующему покупателю, который будет после меня, чтобы он его заменил, и тот уже поставит, какой хочет. Захочет тюнингованный, захочет обычный. В принципе, это уже личное дело каждого. Поэтому я просто сейчас не вижу смысла в него инвестировать. Ладно, давайте сейчас прокачусь. Буквально тут метров 200, может быть, а то масла и бензина уже нету. Чтоб в случае чего дотолкать можно было. Когда он прогрет, он очень резвый. Прям вот для города вообще идеальный аппарат. Ну-ка. Так. Давайте влево поедем. Так. Стоим на светофоре. Зря мы, наверное, влево поехали. Давайте-ка мы развернемся. И поедем в другую сторону. Блин, вот этот скутер, реально, я бы себе даже мотоцикл бы не купил, и его бы не продавал. Ну, я не знаю, где в Германии, да, вот если в небольших городках, то он, в принципе, блядь, его более чем достаточно. Я живу в Берлине, а тут в Берлине есть такие, скажем так, городские автобаны. Так, сейчас отгоним. В эти городские автобаны, и вот как раз на этом девайсе, по этим автобанам ездить-то нельзя. И бывает, надо проехать из одного конца города в другой, и получается так, что ты на каждом светофоре останавливаешься, и это раздражает. Поэтому я плюнул, думаю, блядь, закажу себе мотоцикл нормальный, чтобы можно было и попутешествовать, куда-то покататься. А этот, ну, если продам, продам. А если не продам, то, ну, и сер с ним. Будет так чисто у меня до магазина съездить. Тоже очень удобно. Так, ладно, развернемся и поедем домой. Будет типа что-то, что-то типа велосипеда. Поэтому я его как бы не горю особым желанием продавать. Так. Аккуратненько. Нет, для города реально, блин, незаменимая вещь. Я на нем сколько, получается, уже около 6,5 лет езжу, да, и никаких проблем вообще. Кстати, да, то, что я его купил в 2013 году, в августе, а модель 2011, он как бы простоял у них в зале, в торговом, получается, пару лет. Ну, плюс-минус. И когда я его купил, у него было очень много мелких косяков. То есть, видать, там все загрубело уже, я не знаю, был заменен карбюратор, был заменен аккумулятор по гарантии. То есть, там все было по гарантии заменено. Очень много всяких мелочей. Так, приехали обратно. Ну, после того, как мне его все там поменяли по гарантии, а еще там пару датчиков не работало. После этого я просто регулярно ездил на ТО, и, получается, в принципе, проблем я с ним не знал. Ладно, давайте сейчас его поставлю на его родное место, где он у меня постоянно стоит. Вот здесь. И, думаю, будем заканчивать этот обзорчик. Это, в принципе, это, кстати, ребята, это мое первое видео в этом формате, поэтому сильно строго не судите. Ну, буду рад, если вы поставите лайки, там прокомментируйте. Хотя бы так, чисто для продвижения моего нового канала. Ну, а с вами был Вилли. Увидимся, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Я думаю, мы будем сейчас устраивать как покатушки на этом девайсе, так скажем. Пока нет другого мотоцикла. А уж, когда сделаю права, будет нормальный мотоцикл, то можно будет уже и посерьезнее контент делать. Ладно, ребята, давайте все. Всем пока.